здравствуйте друзья 8 апреля у меня на улице все снегом заварила вот вот такая она сибирь 8 апреля все в снегу давайте-ка глянем что там за погода 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 все на башке ну вот минус 5 и все с него так дальше ближайшее время будет минус минус 0 плюс минус вот это есть наша сибирская погода сравнивайте со своей почему это важно потому что я выращивал и даже удачно колновидные яблони а колновидные яблони это не просто колновидные яблони ребята колновидные яблони это часть яблони которая вообще класс яблони выращиваются наклонных подвоях это всегда включается и колновидные и интенсивные сады все вместе сейчас мы с я буду разоблачать страшную невероятно страшную вещь которая пришла к нам невероятно страшно почему меня подвигли два письма на письмах чуть позже чем чуть позже значит смотрите я набрал я набрал промышленные сады вот это вот картина да мне надо проверить идет и запись идет вот это вот картина она представляет казалось бы такое невероятнейшее благополучие такое благополучие вот а дальше вот это вшивенькие кто-то тоже решил вырастить сам принцип поняли причем таких случаях десятка больше чем вот таких случаях сейчас я вам это буду доказывать но такая у меня судьба и так это все я написал промышленные сады наклонных подбоях вот они перед вами и вот когда я немножко пролеснул пролеснул я хотел и может быть потом еще и каждый прокомментирую но я добрался вот например до этого вот до сюда почему я эту фотографию заполнил на всю жизнь вот а по одной большой простой причине куда не ткнешься там где продают саженцы особенно холновидные обязательно это фотография сейчас мы с вами будем оценивать масштабы опера страшные дикой невероятной и так найти изображение в яндексе внимание это не каждый делает не каждый может начали вы сейчас увидите масштабы дикие невероятные ведь думаете что во всех садах вот так растут вот целое ведро накажут саженцы смотрите я листаю это начало это все это немножко ужали фотографии и так смоленский пожалуйста красноярский пожалуйста где угодно хотите сады бахмута пожалуйста нижненоград пожалуйста заметьте фотографии одна и та же вы думаете это все вы думаете это все я сам удивился я уже много лет разоблачаю а вот следующая фотография смотрите я бы никола видно как нет а теперь вот сюда нажму а чем разница между вот этой фотографии и вот этой берется вот так вот вот так смотрите поворачивается ловкость руки полное мошенничество почему теперь это же фотографию вот она я еще теперь ей подобное найти изображение в яндексе и внимание масштабы гигантского мошенничество и вы будете покупать думаю что это вы стоило развернуть ее вот результат видите она же только повернута теперь самая крупная саженец теперь справа был слева теперь справа нагляделись вы думаете это все я тоже думал это все смотрим сюда сейчас внимание это она же это она же легенда стала видите она уже легенда она уже триумф внимание она уже валюта она уже с 30% скидкой вот еще 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 они как бы чуть-чуть маскируют чтобы она не казалась повторяющейся еще 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 и так далее и в сумме получается что если человек закажет колоновидную яблоню он обязательно все а таких всего несколько удачных на всю планету здесь 10-20 удачных фотографий на всю планету всех живет в том же помните нижний Новгород Красноярс вот я упоминал да вот а вот это удачные примеры это все юг крайний юг крайний крайний и никогда то что растет там в Красноярске ниже много растет именно вот такие чтобы было ни на килограмм меньше урожая никогда такого не будет вот видите попробуйте перевести вы думаете это что Россия нет ребята вот и однажды мне не выдержали нервы вот я начинал вот с этой фотографии вот с этого письма можно было бы на нем закончить вот почему вот этот человек мужчина или женщина или так значит он абсолютно уверен я уверен что не вырастил ни одного сейчас поймете почему наклоновая подвой перешел весь мир главный продуктивность то есть чем больше отравленных яблок тем лучше вот я всегда поражался да сами кто производит их свои детей курят этими яблоками они то знают что такое 40 обработок ядохимикатами в один год и так плюсы плодоносит на второй третий год сейчас поймете там такое письмо ужасно ниже яблоки бывают если сравним 7 метров в длину на здоровье плоды крупнее нет периодичности согласен вот но вдруг сравнивается сеять яблони годные на прививку то есть то что я занимаюсь мои друзья надо 3-5 лет полный обман вот дело в том что у меня один из моих примеров самых ярких и так у меня я подробно говорю потому что у меня есть основание такое у меня есть был промышленный сад в 2005 году вот я уже уволился вышел на раннюю пенсию льготную вот мне его сожгли просто взяли наглую сожгли аукнулась моя работа на заводе и наверное так что мне делать как мне выживать теперь пенсия вы знаете что такое российская пенсия все ну подлинно российская вот и я весною накапываю выкапываю заметьте мне сколько времени понадобилось весь лес вся тайга заражена северками а это самые растойки в мире яблони я беру выкапываю их 200-300 максимум 500 метров так выкапываю с комами земли на тележку привожу в сад и таким образом я накопал 400 штук это была весна вместе с комами земли прямо на столе рассказывать показывать вот у меня прекрасные многие видели это эти же фотографии мои знаменитые на столе я их прививаю проходит пять месяцев а так это май апрель май июль август сентябрь да пять месяцев и большая часть осенью остальное весной я продал по 500 рублей уже привиты пять месяцев и по 500 рублей они у меня практически все против рост 200 тысяч я заработал когда я увалялся с завода ну знаете как как это в нашей стране жить и ничего не иметь за душой и так 200 тысяч у меня уже было осенью и весной уже можно было жить то есть этот человек не знает что вся Сибирь заражена сибирками он не знает что яблони для подвой это столько заброшенных садов по России это ужас это просто надо знать даже я значит Сабинка заброшенный ронеточный сад Кала заброшенный яблоневый сад значит поселок Саянская деревня этот самый ронеточный сад сейчас еще не все назвал ну ладно не буду вас утомлять короче и плюс вся себя весь весь заражен а ведь это по всей России а почему нельзя дать совет а знаете в чем разница есть яблони которые он сам говорит сенцевые мол долго есть яблони клоновые искусственные корни небольшие зато вон какие урожаи да вот это же самое но дело то в том что я же вам четко ясно показал что это все не про нас это юг вот получается две крайности а середка корневые отводки они обладают и сдержанным ростом так настолько старше что и сеянцы вот зато у них сдержан рост вот использую их но человек-то этого не знает и вот теперь сказав что 3-4 года ждать роста сеянцев а я ждал ни одного дня ни одной минуты я прямо вышел за пределы деревни самые ближние от меня росли в 100 метров эти же самые не сеянцы а корневые отводки вот дальше вот это я сейчас не прав смотрим дальше ой мало кто будет тратить 3-4 года на выращивание сеянцев это вы просто ничего не понимаете в этом потому что у меня я когда один год выращивал все-таки сеянцы вот яблони груши абрикосы сливы у меня всегда вишни у меня всегда получался всего 1 год и 3-4 года на начало полношения совершенно неправильно у меня на 2-3 год то есть здесь вы тоже привлечили на сколько привлечили 3-4 года до 3-4 года после прививки и того умножаем складываем 6 9 и вот что получается чтобы отбить охоту были вот эти цифры названы натянутые сильно преувеличены сильно страшно сильно 6-9 лет я рассказывал у меня 5 месяцев получилось вот и такие возможности есть во всех регионах России колхозные сады были везде когда наступило новое время мурия это новое мышление они они были заброшены потому что их надо было держать на дотации ради витаминов их датировали тогда хоть что-то они выращивали а так они оказались заброшены но у них получилось такие по двое а человек даже не знает и вот те которые скорее всего ничего не специалист он насмотрелся вот на это так и пишет как растут промышленные сады красота и порядок а вот взял бы хотя бы ради прикола и каких-то сорок обработок ядохи века каких-то нет не так и всего запятая и всего сорок обработок ядохи века вот это бы выглядело уже хотя бы как ирония как ёрность и по ёрничать поиздеваться над этим вот юг есть юг север есть север клоновые подвои не морозостойки раз вот у меня есть фотография но сейчас я не буду отвлекаться вы бы за все годы по отношениях этих этих самых карликовых подвои это колонавидные яблони но пару мировых рекордов но опять же не на клоновых подвоях не на клоновых подчеркиваю а на корневых отводках вот и тогда может творить чудеса но здесь то что здесь утверждается только клоновые подвои перешел весь мир не весь мир весь южный мир а наш северный мир это страшная вещь когда-то Минсельхоз принял решение может быть кто-то выше надавил кто-то не глядя не понимая ничего нагляделся на вот это вот нагляделся на вот это вот да вот и сказал себе а мы что хуже не понимая что у нас холодно 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 ребята холодно не понимая что здесь сплошное вранье что вот это вот сплошное вранье что это не настоящая фотография вот сейчас выйду отсюда вы знали бы вы знали бы как делаются эти фотографии я специально вот посмотрите видите вот эту грушку видите вот это пятнышко а что делать пятнышко вот здесь это значит что вот эту часть вот эти груши повернули вот так внимание нижняя часть видели где теперь пятно куда смотрят это то можно разглядеть то что у нас дурят 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 а сколько здесь нарисованных фотографий это ужас это страх божий ходите пожалуйста вы же агропитомники обязательно купить этот персик а то что это фальшивка что он нарисован так смотрите сюда и так мы с вами разобрали а ведь этот человек меня критиковал весь мир перешел главная продуктивность 40 обработок это химикатами а теперь внимание ради чего ведь мы это письмо показали на вебинаре кстати сегодня у нас восьмое десятое будет вебинар в понедельник и там много таких писем я комментирую и это я так коротко прокомментирую мол весь программ в том что человек забыл про 40 обработок это химикатами а у меня то ни одной капельки яда чувствуете разницу 40 и 0 и вот внимание я решил снять отдельный фильм только ради этого письма Татьяна Максакова за стулья взялись а ведь это Украина клоновые подвои в Киевской области и не только это что-то страшное покупаются и выбрасываются с садов при жаре 30-38 градусов летом а их корни размещаются сверху надо поливать не покладая рук плодоносит плодоносит на седьмой год и то что попало урожай никакой сорта нет покупалось в известных садовых центрах вот это правда в селах сейчас копают в лесах дички и сами прививают ну хорошо наверное еще раз стали старики вроде меня наигрались ну а дальше соседка посадила 50 плодовых деревьев выжило 3 и болеют я сама прививаю наблюдаю даже на песках зерновки это значит сельцевые растут невысокие даже на песках но все усыпаны плодами то есть сельцевые растут невысокие но все усыпаны плодами спасибо за ваш труд я много научилась вот с Украины мне в Сибирь написали это письмо спасибо Татьяну за поддержку может вы не знали про это что меня вот это самое пытались опустить не знали человек с умным видом написал промышленные сады красный порядок и еще нельзя то есть если взять вот взять саженец и вдруг вам повезло а он оказался нормальным а дальше то что а дальше будьте добры ой сколько всего надо вам показать это же не так то просто друзья знаете почему не просто а потому что они требуют особого ухода особейшего это значит что тут надо будет поменять название так название сейчас сейчас ну вы поняли что сотни фотографий использует сотни питомников интернет-магазин одну и ту же фотографию вот это не приводит вас в ужас а вот смотрите вот промышленный сад сколько стоит они умудряются даже при этом при огромнейших финансовых затратах получать прибыль вот тут да а нам то куда рыпаться а ведь это же саженец мог купить любой дачник и что он будет делать с ними а будет то что случилось в Киевской области у той у нашей это у нашей дамы вот эти вот что она пишет жара дикая значит что нужен постоянный полив а вы можете у себя на даче куда раз недельку попадаете если повезет постоянный полив нет это значит что когда приедете на дачу а он уже дохлый корни размещаются сверху спасибо вам за это какое поливать не покладая рук это надо жить в этом саду а людей поманили самое страшное что наш российский министерихоз взял самое страшное сделал принято решение переходить на эти самые ну переходите в это в Краснодарском крае но всегда нужно четко разграничить надо не забывать что дача сады это возможность вырастить самому это вдохновение души это создание райского сада это доказательство того что мы жили в раю иначе мы бы сейчас не копались бы в садах у нас тоска по райскому саду а нам вот это вот туфту вот это вот туфту предлагает вот это вот 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 я вроде бы высканулся ну а детали сколько раз я говорил ну послезавтра понедельник вебинар да вы знаете вот сколько я про это говорил и буду говорить вот эти корни дальше не растут вы представляете сколько ухода требует а садис если растет ему нужно обязательно шпалеры шпалеры делают железобетонные чтобы надолго хватило потому что деревянные падают железные от железных корней мёрзут если столбы железные и так далее ну в общем высказался я извините если повторился но мне так это письмо это выручило так письмо пятьдесят посадил а выжило три и болеют это за что людей так грабить то ну люди даже правду знают вот кто-то сами приводят вот возвращаемся к тому что было все эти известные садовые центры это туфта самое настоящее вот самое настоящее неумение это самое неумение транспортировать так чтобы они не потеряли свои качества вот не понимание что если это если если это я уже стыдно мне повторяться у меня есть такие фотографии если это клоновый подвод у него нет корневой шейки если полевать сгнивает иначе ну-ка колонна 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 это видео сгнивает вот это сколько угодно рекламировать я вижу обыкновенное дерево с очень средним выражаем вот эту дурь вот это моя яблоня колонна сейчас крупнее сделаю вот сколько представляете каждой веткой это колонна ну чем-то мне нужно целый огород выращивать колонн если больше заняться нечем вот о это распопов это чудо садовод представляете доктор врач волшебные руки вот эта колонна но это не чаще это моя колонна засветает видели отшила видели но это на карликовых подвоях еще колонна еще колонна это мировой рекорд скромный с вкусом вот это баргузин вот посмотрите внимательно вот так должна выглядеть колонна вот а там где большинство колонн там обыкновенная фотография еще обыкновенная яблони их выдают за колонну а хотите колонны иметь пожалуйста вот себе но еще раз это исключительный случай они долго не живут вот вот еще колонны это зима колонны всем плохи вот потому что они уходят зиму зелеными листами видели справа видели вот вот этот я хотел отметить почему колонны это и есть в идеале теории они должны быть только на карликовых подвоях все вот все это другая моя статья она повторяется фотографии вот еще одна фотография смотрите вот вот ради этих детей надо разоблачать всю эту подлость и дурь вот я обвиняю государственные надзорные органы давайте это будет может быть другой фильм вот смех и грех люди в погонах позируют царницами коллегами не ведая что держат в руках но это будет уже другая тема да ладно покажу эту фотографию ой нет не буду все заканчивается тема страшная грустная вот обман вселенский вселенский обман ребята сколько вот это стоит только я пирожneg я вас учу я учу стоит только нажать как стоит все вот стоит только набрать внимание ищите так вот найти изображение в ядоксе и вы увидите что сотни 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 повторяет это самое хитро обрезать 다음에 чтобы не похоже было поворачивать на изна наоборот на 180 градусов и вот результат дико страшное вранье дико страшное и люди же покупают ну как и сделать чтобы не 300 500 человек меня увидела а 300 500 тысяч чтобы прекратили эту подлую вещь потому что никогда никогда вы не получите то что на этой фотографии никогда никогда знаете как этот самый бекер и меня с отдельный фильм я снял подъезжают люди открывают коробку ну случайно же увидел на коробке написано бекер при мне коробку разрезали достали длинный колновидный саженец 5-6 боковых веток просто отрезаны не замазана там по принципу чик 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 получилась колонна боковедки отрезаешь сайте вся агротехника генетика до отрезали боковедки получилась колонна и в этот длинный этот картонный ящик вот это есть действительность а потом она изувечена искоречена длинный получил где-то метра двадцать корней вот столичка вот столичка вот столько метр двадцать высота как он выкормит вот а у меня есть даже фильм об этом то есть я не болтут давайте ребята прекращать это все давайте размножать то что я говорю вот ну пожалуй и все знаете надо помочь уникальному человеку я сейчас принесу покажу нож приносит при каждом удобном случае место не к месту я буду показывать это чудо я этот торт назвал супер прививочный вот видно его видно чехол вот нож заточены на одну сторону есть для влевшей и за правшей пожалуйста заказывайте заказывайте естественно у меня вот уже где никакой туфты нет и быть не может этот извините за как я назвать то за рекламную паузу ну и я назвал 8 апреля последний месяц идет рассылка семечек, косточек, черенков пожалуйста действуйте друзья хотите иметь настоящий сад а не вот эту подлую туфту настоящий сад настоящий вот этим сказкам не верить вот этим подлым представляете единственный человек умудрится нарисовать 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 ну почему люди вы верите этому а вы видите вот это вот грушка вот если курсор видно вот она на ней как бы загарный загар а вот она снизу темнеет а вот пятышка а вот она же она же понимаете и вот она же повернута в другую сторону просто взяли один фрагмент присобачили второй фрагмент и третий фрагмент ну почему я вижу никто не видит нарисует а человек думает вот горшок посмотрел все у меня уже семью обеспечил вы у семьи последние деньги друзья отнимаете больше страшно все друзья на этом разговор закончен рекламная пауза закончена до свидания и не забывайте что в понедельник вебинар вот там то мы и договоримся и не забывайте